К сожалению, ситуация сегодня в стране напоминает нам всем старую басню «Стрекоза и муравей». Лето красное пропело, а глянуться не успело, Как зима катит глаза. Так же и правительство. Лето красное не пропели, Прорассказывали нам сказки, А зима уже на пороге. Сегодня люди начинают получать платежки, Сегодня люди собирают детей в школы, А как мы все прекрасно понимаем, Чтобы сегодня ребенка отвезти в школу, Купить ему карандаш, линейку, Хотя бы новые воротнички на форму, И чтобы хоть чуть-чуть прилично ребенок выглядел в школе, Нужно как минимум 2-3 тысячи гривен. А при сегодняшней минималке это сделать в принципе нереально. Завтра правительство решило отчитаться перед народом О том, как они активно проводили свою политику террора социального. Сегодня, завтра. Сегодня, вот у нас... А, сегодня, ну тем более, да. Так я думаю, что самым лучшим отчетом для них, Который мог бы быть вообще на сегодняшний день, Это их заявление об отставке. Это то, что восприняли бы все, поняли бы все. И это открыло бы сегодня окно возможностей для всех здравых сил в нашей стране Объединить свои усилия, чтобы защитить людей, Чтобы защитить сегодня украинские семьи в нашей стране. Потому что вот в понедельник парламент собирается голосовать очередной раз конституцией. Я только вернулась и была там на востоке у нас, В Славянске, в Краматорске, в Артемовске, в Светогорске. И люди задают один простой вопрос. Ну вот вы голосовать Конституцию будете? А скажите, кто-нибудь старую Конституцию вообще выполнял в нашей стране? Да ее кто-нибудь читал вообще? Ну вот о чем здесь говорить? Вот только сейчас мой коллега Михаил Добкин четко рассказал. Каждый день у нас нарушаются конституционные права людей. Начиная с малого. Ну как вообще могут сегодня люди, государственные служащие, Поднимать вопрос, кому голосовать в стране, а кому не голосовать? Ну это в принципе нужно рассматривать вопрос и проводить расследование по этому вопросу, Потому что это прямая норма, нарушающая Конституцию. Я приехала в Славянск, встретилась с самыми обычными людьми на улице. Они задают вопрос, а как это так? На каком основании у нас сегодня заберут голос? Вот на каком основании? Просто так? Потому что мы, наверное, не за тех проголосуем? Потому что мы, наверное, сегодня находимся в колонии? Или как? Это как? Нас решили уже отделить, отдать, бросить. Ну так же нельзя. Поэтому мы считаем однозначно, не может быть вообще в дискуссии в стране проводить на каких-то территориях нашей страны выборы, Либо не проводить. Сегодня запретят выборы в Краматорске, в Артемовске, либо в Лисичанске, А завтра их точно так же могут запретить в Киеве, в Харькове, в Одессе. Потому что, возможно, кому-то не понравится, какой там избиратель живет. Поэтому это норма, конечно, недопустима. Также вопрос пропусков. Скажите, сколько можно издеваться над людьми? Просто издеваться. Сегодня, чтобы из Алчевска приехать в Артемовск, это около 100 километров, нужно заплатить 500 гривен. И какой человек, которому больше года не платят пенсию, не платят зарплату, сможет сегодня нормально приехать на свою часть, на свою родину с украинским паспортом? Таких единиц. Люди сутками стоят в очередях. С детьми, пенсионеры, ветераны. А сейчас, когда детей туда вывезли хотя бы лето, хоть как-то в старых домах своих с крышей на голову пожить, а сейчас их возвращают дети в школу. И все эти дети стоят сегодня на пекле с неадекватной пропускной системой. Поэтому наша позиция, она однозначная. Только паспорт Украины – это пропуск человека по всей его родной стране. И никакой другой здесь дискуссии по этому поводу быть не может в принципе своем. Третий вопрос. Голосование переселенцев. Ну вот скажите, почему людей, граждан Украины сегодня просто шантажируют. А в чем шантаж? Я вам объясню очень просто. Сегодня максимальная помощь, которую семья хоть из четырех, хоть из пяти, хоть из десяти человек может получить от государства, потеряв все в своей жизни, что люди до этого нажили, там, квартиру, крышу над головой, машину, работу, все потеряв, приехав сегодня сюда, в Украину, максимум, что государство им даст 2400 гривен. И живи, воспитывай детей, поднимай их, делай, что хочешь. Больше человек не получит ничего. Но сейчас им говорят, хотите голосовать, ребята, так вы пропишитесь, откажитесь от помощи вот этой 2400 гривен и идите голосуйте. Ну то есть идет легальная продажа голосов. То есть либо вы будете семью свою, хоть как-то там дитя с голода не умрет ребенок, либо откажитесь от этого и получите право проголосовать. Ну это вообще нормально? В европейской стране в цивилизованной такое делать? Да нет, ненормально, я считаю. Мы зарегистрировали вчера законопроект с депутатами оппозиционного блока. Будем настаивать на том, чтобы, конечно, переселенцы, этих людей сегодня более миллиона человек, получили право голоса в нашей стране. Вопрос восстановления разрушенных территорий, которые сегодня находятся под контролем Украины. Прошло больше года после освобождения Славянска. Сегодня туда поступили первые копейки. Коррупционные схемы возле этих копеек выстроились с очередью сумасшедшие. Ремонты идут совершенно некачественные. А людям, у которых частное жилье, либо жилье, которое кооперативное, вообще бросили. Сказали, вы ничего не получите. И, конечно, после этого лучше, по мнению власти, этих людей лишить и права голоса, потому что можно догадаться, что вряд ли они захотят поддержать сегодняшнюю власть. Поэтому здесь я считаю, ситуация однозначная. Это то, на чем мы будем настаивать. Все эти проекты, законы, обращения к президенту, к правительству мы подготовили. Это дать право сегодня голосовать переселенцам. Это вообще убрать дискуссию по поводу того, голосовать людям на контролируемой части Луганской и Донецкой области, либо не голосовать. Конечно, голосовать. Это, конечно, вопрос пропусков, который должен быть снят в повестке дня, и люди с паспортом Украины должны передвигаться по всей территории Украины. То же самое касается сегодня вопроса экономической, социальной и гуманитарной блокады, которую мы видим по отношению к неконтролируемым частям Луганской и Донецкой областей. Нужно дать возможность граждане нашей страны им нормально сегодня жить у себя дома и обеспечить нормальный доступ и продуктов питания, и экономической взаимодеятельности. Следующий вопрос, который также не может сегодня оставаться незамеченным. Мы получили все с вами последнюю оценку агентства Bloomberg 47 экономик мира. Так вот, из 47 стран, которые следовались, Украина заняла первое место и стала мировым лидером по падению ВВП в мире. Жалко и больно читать такую статистику, но вы знаете, а что другого ожидать? Я читаю реформы Министерства экономики. Самая главная реформа, на которой сегодня работает весь экономический блок страны. Вы, наверное, знаете, в чем она заключается. Это отмена трудовой книжки. Ну, я здесь вижу молодых студентов, я вижу здесь уже людей с опытом, но мы же все грамотные и умные. И мы понимаем, что не трудовая книжка сегодня является главной проблемой Украины. С ними можно разобраться и вообще об этом даже не говорить, а технически решить этот вопрос. А главная проблема сегодня это отсутствие рабочих мест, это отсутствие выплаченных заработных плат и отсутствие индексации социальных стандартов. Поэтому мы настаиваем на одном. Это, конечно, индексация заработных плат, пенсии, социальных стандартов. Профицит бюджета. За первое полугодие этого года 12 миллиардов гривен. Эти деньги у них лежат в казначействе. Мы зарегистрируем сегодня законопроект, сейчас депутаты его подписывают, на индексацию всех социальных стандартов на 75%. Это тот минимум, который сегодня государство обязано отдать своим людям. И это те деньги, которые у них сегодня есть на расчетном казначейском счете. Следующий вопрос. Это, конечно, социальная защита. Вот уже были в течение этого года эксперименты. Уже и налог на пенсию ввели, уже ограничивали выплату работающим пенсионерам, уже заморозили все соцстандарты, уже лишили всех прав чернобыльцев, ветеранов, афганцев. Ну, казалось бы, уже ребятам, воинам, атонам принимали такое количество льгот. Мы каждый раз говорим в парламенте, зачем вы обманываете сегодня нашу молодежь, которую посылаете на фронт. Ведь вы же им потом не платите. Вы же этих людей потом бросаете. Вы матерям, несчастным, которые сегодня теряют там своих детей, потом не выплачиваете минимальный страховой полис. Ну, может быть, хватит уже врать. Ну, нельзя же на этом, в конце концов, сегодня издеваться над людьми. Так они, в конце концов, решили принять еще одно решение. И с 1 июля лишили льгот детей войны и многодетные семьи. Ну, это, наверное, самые зажиточные люди в нашей стране. Это, наверное, тех, кому уже некуда деньги складывать. И поэтому, когда там что-то рассказывает наше правительство о том, что у нас богатые заплатят за бедных, и о том, как у нас тут диагархизация в стране происходит, то я так понимаю, что надо уточнить понятие слова «олигарх». Потому что сегодня детей войны, многодетные семьи, чернобыльцы, пенсионеры, ветераны, афганцы, именно их решили, что именно они сегодня самые богатые люди. Поэтому мы подали все обращения в Конституционный суд и относительно того, что эти решения, они нарушают нормы Конституции Украины, прямые нормы Конституции. И, конечно, эти решения нужно отменять как антиконституционные, восстанавливать те социальные права, которые были у людей, и проводить глобальную реформу сегодня по льготам и глобальную реформу по социальной защите. Такие программы, они полностью подготовлены оппозиционным блоком. И мы полностью их предоставили и дали на изучение как экспертной среде, так и непосредственно членам действующего правительства и коалиции. Но, как мы видим по результатам, они и почитать их не удосужились. Поэтому мы предлагаем одно. Это, конечно, отставка действующего правительства. Это, безусловно, объединение в парламенте всех здравомыслящих сил, объединение ради того, чтобы экономический патриотизм сегодня был выше и объединил сегодня страны ради того, чтобы сохранить в стране социальный мир и победить бедность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова